МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"Кровать", чтобы поставить ее в кухне, хотя бы, уголок сюда перенести, там было поставить. А там, чтобы поставить кровать, чтобы дети там спали. Я в декрете сейчас, а муж на группе, в больнице, сейчас как раз он на динамом стационаре лежит. В второй поликлинике. Мы уже разговаривали с мужем, но на этот счет как-то я говорю, если было здесь жилье, ну, чтобы можно было здесь как-то обосноваться, потому что мы ж ничего тут не можем даже, ну, что мы будем в чужой квартире начинать делать, тоже ж ничего не сделаешь, потому что оно не твое. Ну, и так живем пока. Надеемся, может, государство что-то предусмотрит, какие-то программы. Тут уже так тут и остались, если что-то повершилось жильем. Ну, у нас все там, и Свекров там, и моя мама там. Ну, у нас моя мама, получается, на украинской территории осталась, под Мариуполем, а Свекров осталась там, где мы, на оккупированной территории. У нее муж и сестра там. Ну, она тоже сюда приезжала, она была тут месяца три, а потом уехала, потому что муж не согласился, муж там был. Она тут с ребенком побыла три месяца и поехала, потому что муж сказал, я не брошу ничего. Да. Мы недавно запрашиваемся на футбол. Как вы говорите? Да. О, и ты любишь играть в футбол? Нет. А там ты тоже играл в футбол? Нет. Нет. Нам все волны быть другой. Да. Привет! Привет! Больше из наших, конечно, все равно из переселенцев мы общаемся с нашими, со многими. Ну, как мы знаем, так и соседи во дворе так знаем, разговариваем так. Так, все равно, мы как приезжие, все равно считаем все приезжие. Все так. Мама моя приезжала как раз, ну, после родов. Я родила, приезжала к нам в гости. Погостила у нас пять дней. Ну, стреляли тоже, и грады стреляли. В наш дом попало. У нас тоже вырвало и дверь входную вырвало, и окно на лоджии высыпалось, пластиковое уже. А так, попала на четвертый этаж, мы на первом этаже, попала на четвертый, у нас просто волной вышла. А на первый этаж, на четвертый, залетела прям в квартиру. Там разбила полностью. Мы сюда приехали, я устроилась на работу сразу. Работала в Браме здесь, в Рамосмитре, поваром. Я по профессии повар. Ну, а потом уже мы, как забеременели, ушли. Дома уже, потому что у меня тоже, я тоже на группе с варикозом. И уже, когда забеременела, просто ноги начали опухать, и мы ушли с работы. Мы, в принципе, в магазине не покупаем, потому что у нас, ну как, дорого очень, печенье там по 50 рублей брать, нам легче спекти что-нибудь. Когда что есть, когда что в холодильнике есть, просто все вместе соедините, какой-нибудь пирог сделать. Вот так. В частях хорошо, а дома лучше. Дома все свои на рыбалку ходили каждый день почти с братом. А тут они часто ходят куда-то по развлечениям всяким. Летом, конечно, их вообще дома нет. Потому что летом хорошо, они на улице целый день гоняют футбол. Только пробежали, поели и побежали дальше. Вот так. А зиму, конечно, тесновато нам получается, потому что все дома сидят. Вот так. Было бы свое жилье, оно бы все как-то, все бы пришло. Как и с нуля. Начали бы с нуля, только в жилье было. Вот так. Ничего. Я думаю, что когда-то все закончится. Мне будет жалко, конечно, все равно это война. Погибло много людей отсюда и там. Начинается. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok